Мы продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого из первого тома Добротолюбия. Напомню, что в прошлый раз мы читали очень тяжелые, сложные слова Авы Макария, которые можно обозначить как слова о стяжании Святаго Духа. Его заявления были очень категорически, очень жестки, и он, казалось бы, не оставлял никакой надежды ни одному из нас, потому что каждый из нас не думает о себе как о человеке стяжавшем или стяжающем благодать Святаго Духа. Однако, на самом деле, преподобный Макарий Великий, как и все подлинные святые отцы, он, свидетельствуя о высоте и непреложности истинного подвига христианской жизни, тем не менее, понимал и свидетельствуя о том, что восхождение к вершинам этого подвига, к вершинам совершенства, оно есть дело времени, дело усилий, и в меру возраста духовного всякого человека свершается это восхождение к полноте, восхождение к святости. И здесь очень важно, это умели делать святые отцы, не потерять высших, очень высоких ориентиров, и при этом, не впадая в отчаяние, понимать, что конкретно требуется от меня сейчас. Но вот эти требования от меня сейчас, их невозможно даже предъявить, если не помышлять о том, какой вершине, какой высоте, какой полноте, какой истинной общении с Богом призван человек. Вот далее, как бы смягчая жесткость предыдущих слов, в 174 слове преподобный Макарий пишет следующее. «А если кто не имеет еще насажденной и утвержденной в себе Божьей благодати, то день и ночь, как к чему-то естественному, да прилепляется душой к тому, что по временам руководствует им, побуждает его и направляет к добру, пусть, по крайней мере, как нечто естественное и неизменное будут в нем попечение, страх, болезнование и всегда утвержденное в нем сокрушение сердца». Интересное слово, то есть, только что он говорил о том, что вся соль, вся суть в том, чтобы иметь в себе Божественную благодать, настолько важно, что тот, кто не имеет этой Божественной благодати, будет незринут в мрачные места и тут же утешает, что если человек не ощущает в себе этой благодати, то тем не менее ему рано отчаиваться, раз он еще жив, и пусть делает следующие две вещи. Во-первых, пишет преподобный Макарий, «Пусть он прилепится душой к тому, что по временам руководствует им, побуждает его и направляет к добру». То есть, пусть человек... Но это почти то же самое, если не буквально, то словно, то же самое, что говорил преподобный Серафим Саровский в беседе о цели христианской жизни с Николаем Матавиловым. То есть, человек должен почувствовать в себе, что именно приносит ему плоды святого духа, когда он чувствует руководящую и направляющую роль благодати Божьей, когда он чувствует, что вот это дело, которое он сейчас делает, оно приемлется Богом, оно вдохновлено Богом, оно созидается силой Божьей. Вот провел, скажем, человек урок в воскресной школе и удивляется, что же это такое. Я говорил такие слова, сам не знаю, откуда я их взял. Я же вроде совсем другое вчера читала, я и не об этом говорить хотела, а вдруг такое на меня нашло наитие, и дети сидят, тишина, рты открыв. Прям удивительно, никогда такого урока не было. И человек в состоянии понять, что с ним была, присутствовала незримая сила Божья. Это значит, что то делание, которым он занимается, оно благословенно Богом, и он должен усердно, со всяческим вниманием, это дело осуществлять. То есть, вести уроки в воскресной школе. Он не всегда будет испытывать, может вообще никогда больше не сможет испытать такое удивительное действие Божественной благодати, но помня об этом и периодически удостоверяясь в этом, он таким образом терпеливо, ревностно, подготавливаясь к урокам, проводя их в меру данную ему Богом способности, он будет возрастать в духе, потому что делает это действие по воле святаго духа. Или, например, также человек может неожиданно почувствовать особую благодать, когда он читает в храме, или поет на клиросе, или когда он помог какому-нибудь человеку перевести груз. Из этого он может сделать вывод, что если он будет поступать так, как можно чаще, как можно бескорыстнее, то этим он будет утверждать свою жизнь в духе. Это и есть то самое, о чем говорил преподобный Серафим Саровский. Почувствуй в самом себе, когда с тобой незримо присутствует сила Божья, и старайся делать это как можно ревностнее, как можно чаще, как можно усерднее, и тогда ты будешь возрастать в благодати святаго духа. А второе, что рекомендует Ава Макарий людям, даже, может быть, вообще никогда ничего не слушая, не чувствующим в себе из описанного как знаки присутствия благодати Божьей, пусть, по крайней мере, будут в нем попечение, страх, болезнование, и всегда утвержденное в нем сокрушение сердца, страх, болезнование, сокрушение. А мы, словно бы не с того краю, начинаем нашу духовную жизнь. Мы все время пытаемся себя развеселить, мы все время пытаемся себя утешить, мы все время искусственными способами пытаемся поддержать себе веселое настроение. Конечно, уныние есть грех, и поддаваться унынию не стоит, но мы не столько боремся с унынием, насколько полностью избегаем всякой возможности сколько-нибудь попечалиться, посокрушаться, пополезновать о собственном состоянии. Стоит только нам прийти в голову или влечь на сердце вполне замечательным и спасительным мыслям о том, что ведь я, ведь действительно в очень опасном положении, у меня есть нераскаянные грехи, у меня есть страсти, о которых я знаю, что они не допустят мне войти в Царство Божье. Как же я могу вот сегодня пойти веселиться, смеяться? Нет, не делай это, не так надо, надо взяться, подумать о спасении души, подготовлюсь к исповеди, пойду, почитаю, помолюсь, поплачу перед Богом. Стоит только таким мыслям родиться в человеке, как тут же, либо изнутри человека, или кто-нибудь другой. Чего ты унываешь? Да ничего, в другой раз на исповедь сходишь. Да и был ты позавчера на исповеди. Чего ж каждый день на исповедь, что ли, ходить? Да это все от уныния, это все от врага. На самом деле все мы на нормальном пути, все мы спасемся, потому что все мы во Христа верим. И действительно человек думает, чего унывать-то? Вот. И разбойник спасся, да и я спасусь ничем не хуже этого разбойника. И человек, вместо того, чтобы действительно прийти в то состояние, о котором так много пишут святые отцы, и пребывать в котором призывают они всячески усердно, мы не даем даже встать хоть стопой ноги на это состояние, все, пытаясь, либо из каких-то глупых побуждений, либо исполнение винных страхов, как бы не подпасть унынию, всячески избегаем того спасительного состояния, которое может и стать купелью, из которого родится наша подлинная духовная жизнь. Ведь ведь напомним, читанные прежде слова Авы Маккария, что если эта духовная жизнь не родится, то ни в чем нам нет никакой пользы. Ведь она должна у нас родиться. А чтобы эта купель, в которой рождается духовная жизнь, в которой родится обновляющее действие Святаго Духа, чтобы это свершилось, начаться-то должно с этого, страх, болезнование и сокрушение сердца. Напомним слова из послания апостола Петра, второго послания апостола Петра, в которой он пишет в первой главе следующее. «Вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности, в воздержании, терпении, в терпении, благочестии, в благочестии и братолюбии, в братолюбии и любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп закрыл глаза и забыл об очищении прежних своих грехов». Даже во времена первенствующей церкви, где, казалось, потоки благодати изливаются с невиданным, непостижимым изобилием человеку для созидания себя во Христе, среди этих огненных потоков благодати необходимо было помнить об очищении прежних своих грехов. Даже им, даже во времена апостолов, даже тогда, когда Духом Святым, казалось, дышало все, насколько важнее это в наши дни, насколько это важнее всегда, потому что апостол Петр говорит категорично, в ком нет приумножения благодати, кто не может терпеть воздержание и являть вот те качества, о которых и Авва Маккари пишет, тот слеп совершенно, слеп, никаким Христом он не просвещен, и слеп прежде всего потому, что забыл об очищении прежних своих грехов. Оказывается, об этом надо помнить, а если мы будем помнить о некогда совершенных грехах, то, естественно, сможем и болезновать о них, сможем и сокрушаться о них, потому что только это правильное устроение приводит нас к возрастанию благодати, да просто к тому, что эта благодать в нас рождается. Далее преподобный Макарий Великий очень много, разнообразно, многочасно, многообразно и разнообразно говорит о плодах святого духа. Вот, например, в 175-м слове своего наставления, обращая свой взор на Марию, ту самую, которая сидела у ног Иисуса, внимая каждому и слову, он говорит о том, что обращение лица и сердца ко Христу приводит к возгоранию Духа Святаго в сердце. И только этот огонь и может испепелить порог, который гнездится в сердце человек. То есть образ человека постоянно, полностью, сердцем, ликом, молитвенно устремленного к Богу, приводит, ну как, приблизительно, как свечка, поставленная к пылающей свече, загорится. Вот таким образом человек, всегда забывший обо всем и направляющий свой внутренний взор к Богу, он, несомненно, воспламенится. И только тогда, когда воспламенится, в нем иссякнет источник порока, как вот пишет он в 175-м слове, «Ибо возгорание Духа оживотворяет сердца, невещественный и божественный огонь освящает души и искушает их, как неподдельное золото в горниле, а порог попаляет, как терния и солому, потому что Бог наш огонь поедай есть. Действенности сего огня взыскуя, блаженный Давид сказал, «Искуси мя Господи, испытай мя, разжи утробы моя и сердце мое». Бывают, конечно, люди в силу разных обстоятельств в своей жизни неразвращенные, ну вот так устроена их душа или тело, они никогда не стремились и никогда не предавались никакому плотскому сластолюбию, и они думают, что в силу этого они хороши, хотя, быть может, они при этом горды, тщеславны или раздражительны, но совсем другое, когда человек осознал в себе червоточину, осознал в себе некий исток порока, осознал в себе некую порочность, испорченность, с которой сам справиться не в силах, которая обременила и подточила все его силы, и он не в состоянии с ней справиться, и вот такой человек, обращающий лик свой к Богу, именно для того, чтобы, как бы подставляя язву своего сердца, гной своего сердца, под исцеляющие лучи благодати Божьей, таковой человек получает исцеление, и струи порока в нем иссыхают, источника нет, нет этой дырки в душе, через которую постоянно устремлялись нечистые помыслы, скверные движения и всякое безобразие, вот это есть плод святаго духа. И, конечно, если сравнить, не зная тайны сердца, сравнить человека, который в принципе никогда ничем не вожделевал и никогда никакой плотской наклонности не имел с тем человеком, который истомился от этой наклонности, который истомился и был исцелен, это совершенно два разных человека. С точки зрения мира сего, какая разница? А с точки зрения их соотношения перед лицом Бога, разница огромная. Один из них приобрел плод святаго духа, потому что этот высохший источник, это не просто высохший источник, это поток воды живой, оживотворяющий его тело, его душу, оживотворяющих всех вокруг него. Он был мертв, был болен, был немощен, но Бог исцелил его, исцеление в нем проявляется именно тем, что в нем теперь иные потоки жизни струятся. Или вот, например, 176-е слово преподобного Макария Великого, отрывок из этого слова, «Сей огонь, сожигая сучец, во внутреннем оке, делает чистым ум, чтобы, возвратив себе естественную прозорливость, непрестанно видел он чудеса Божьи, подобно тому, как говорит, «Открый очи мои и уразумей чудеса от закона Твоего, поэтому огонь сей прогоняет бесов и истребляет грех». Вот этот вот самый сучец, это то же самое, что осуждение, это сама болезнь ока, потому что вот некая его патология внутреннего ока ума. Так что, куда бы мы ни посмотрели, вот мы видим везде изъян. Это вот как бы, как сколотый глаз, как некий сбитый прибор, он внутренне неисправен. Куда ни посмотри, с помощью этого прибора ты увидишь только искажение. Это как то зеркало, которое в известной сказке сделали тролли, для того, чтобы исказить все. Вот этот сучец в оке человечеством искажает все. Он везде видит несовершенство, неполноту, грех, скверну. Для него ни один человек нечистый, ни один человек неправедный, все скверные, все слова нечистые, во всех движениях одни только соблазны и недостоинства, все кругом совершенно нечистое. И вот человек подставляет под потоки благодати Святаго Духа свое око, чтобы поток Духа измыл это око, выплавил, переплавил это око, чтобы в нем растворился сучец, чтобы сучка этого больше не было. И тогда Дух буквально вымывает эту, вымывает этот сучец, вымывает этот изъян. и удивительно, все то же самое, что было скверным, все то же самое, что было подлым, гадким, низким, все то же самое становится чистым. Человек никого не осуждает, просто потому, что не за что, не за что никого осуждать. Все для него стало чистым и все стали чисты, потому, что наше око стало чистым. На языке Макария это и называется прозорливость, когда человек все чистым оком, все видит чистым. Нам даже подумать об этом невозможно, да мы даже и не желали бы такого ока иметь, потому что в глубине этой души мы знаем, что все люди нечистые, и если мы вдруг представим себе, что мы их видим чистыми, значит мы будем видеть все в искаженном свете, мы будем видеть неправильно все, зачем нам такое око нужно, зачем нам такое зрение нужно, поэтому ничего и не получаем. На самом деле это мы сейчас все видим искаженно, как тот самый Кай, как в известной сказке, которому вот этот самый сучец и попал в око, да еще и в сердце. Мы все видим не так, как все на самом деле есть, это мы сейчас видим все искаженно, а чистому ему все чисто. И очистить это око можно только водою святою, огненную благодатью Святаго Духа. И это тоже будет плод Святаго Духа, тоже будет дар Святаго Духа. В 177 слове преподобный Макарий указывает еще на один плод Святаго Духа. О том, что человек, подобно железу, свинцу или золото и серебру, когда брошен будет в огонь благодати Божией, он весь перегорает. Вот это перегорание в огне благодати Святаго Духа делает человека неспособным воспламеняться хоть чем-нибудь мирским, хоть чем-нибудь суетным, вожделевать хоть к чему-то, кроме Божественного огня. Что действие Святаго Духа, когда оно хватывает человека, и человек соглашается быть охваченным этой благодати Святаго Духа, в нем все сгорает, все, что не к Богу обращено, все, что не от Бога, все сгорает. Нет, поэтому никто и не горит, потому что как только нас попытаются бросить в этот огонь, мы тут же с замиранием сердца начинаем вопрошать, что же и эта способность умрет? А как же без этого наслаждения? А как же без этой красоты? А как же? Ведь это же тоже нужные таланты, нужные способности и эстетические переживания, и дружеские компании, и многое чего другого, интересные книги. И мы сами цепляемся за вещи, которые перед лицом Бога ничего не значат, а Бог по своей великой любви к нам не может насильно лишить нас наших маленьких детских игрушек, наших маленьких удовольствий, которым так прилеплена наша душа, и поэтому Он не жгет нас своим огнем, Он не переплавляет нас в Серафимов Саровских, Сергий Радонежских или Иоаннов Кронштадтских, потому что Ему жалк нас. Мы не хотим переплавляться, вот Он нас и не переплавляет. Но при этом те люди, которые отдают себя этому огню, и преподобный Макарий это подчеркивает здесь, и еще не раз об этом скажет, эти люди не становятся, как может показаться, не становятся равнодушными, они не становятся равнодушными ни к жизни, ни к людям, ни к тому, что в мире, потому что ко всему этому Бог неравнодушен. Наоборот, люди, перегоревшие в огне Святаго Духа, только тогда и постигают подлинную любовь к человеку, только тогда они начинают любить собственно человека, любить его, именно его настоящего, и любить именно так, как надо, и только перегоревший в огне благодати Святаго Духа человек понимает, что все то, что он раньше называл любовью, или болью, или страданием, вовсе таковым не было, все это было надуманно, и чаще всего было той или иной формой собственного эгоизма, и только объятый божественной любовью человек начинает по-настоящему любить, не только своих близких, но вообще всех, а раз он начинает их любить, то он начинает и по-настоящему страдать, только тогда он и понимает, что такое настоящая боль, потому что любит все сущее и каждого человека так, как любит его Небесный Отец.